Очень часто этот праздник, ну как-то и поту, иногда даже совмещают, соединяют в праздник воздвижный креста Господня, так бывает. Иногда его просто называют первым спасом, медовым спасом. Хотя событий, исторических оснований у этого праздника очень много. Вот сегодня вспоминали мучеников маковейских, семь мучеников, которые жили еще до Христа, за полтора столетия до него. Вспоминали преподобную Сфизь Суздальская, это святая, которая была прославлена в 1995 году. В Суздале были обретены ее мощи, в этот день, вот в этот день. Ну много вообще вот событий, в том числе и событий, которые были связаны с явной помощью Божией князю Андрею Боголюбскому во время его битвы с Волжскими в Булгарах. Это тоже было в этот день. В этот же день свершилось крещение Руси. Вот мы празднуем иногда крещение Руси в день памяти рода апостола Владимира, но в общем-то крещение Руси совершалось вот именно в этот день. И, наверное, может быть самое-то главное, с чего все это начиналось, это в общем-то событие обыкновенного. И вот в то время в Византии случалась в это время эпидемия, болезнь. Выносили из сокровищницы, из царской хранительницы частица, ну достаточно большая часть креста Господня, на котором он претерпел свои честные крестные страдания. Вот этот крест выносился не просто так, не просто, чтобы удивить или собрать людей, это во время эпидемии, кстати, да, а собрать людей для того, чтобы они поклонились, облобызали этот крест. Для того, чтобы они получили помощь, для того, чтобы они получили силу, силу, веру. Силу борьбы мы сегодня мёд освящаем. Просим у Бога, чтобы этот мёд был нам в пользу не только души, но и тела, но и тела, и души, чтобы это была сила, чтобы он наполнил нас определенной духовной силой. Очень часто мы уже настолько обыденно привыкли смотреть на крест, что подчас даже стирается вот эта духовная сила от него исходящая. В нас стирается, не от него он стирается. Не он теряет эту силу, мы теряем. А почему теряем, от чего это случается? Что вдруг случилось такое, что крест, распятый на нём Христос, сила от него исходящая нас не укрепляет. Вот есть такая притча замечательная. Один город очень сильно согрешал, люди в этом городе сильно согрешили. И вот ангел обратился к Богу с такой просьбой, надо наказать. Что подумались? Господь, если любовь, он как-то не сразу, не сразу, так вот, но всё-таки, ну ладно, хотя бы сто человек, ну, сто душ ко мне приведи, ладно. Сто человек накажут, хотя бы, вот из этого всего города. Господь, послал эпидемию. И вот ангел приходит и вместо ста приносит куда гораздо больше-то. Несколько сот этих уже душ, уже больше и более тысячи. Господь начинает с него спрашивать за непослушание. Отчего так произошло? Что ж ты, я тебе только сотню сказал? Господи, сотня-то и была наказана. Остальные сами, как сами, от испуга. От испуга случается несчастье, очень часто. Ещё ничего не произошло, не случилось. А он же боится. Первое, что делает враг рода человеческого, чтобы скрутить, смотать эту душу в узел, чтобы её, ей завладеть, это посылает на человека страх. Слышите, да? Страх. Все боимся. Все трепещут. И тогда можно сделать с этим народом всё, что угодно. Все испугались, всё можно, всё, что угодно. Господь, чтобы мы не боялись, дал нам таинство, крест. А люди у нас сейчас уже и креста боятся. Говорят, нет, надо протереть получше. Что ещё надо для того, чтобы человек понимал, что такое благодать Божия? Что ещё необходимо для того, чтобы человек был по-настоящему уверовавший? Верующий человек боится. Слышите, как это странно звучит. Что нам бояться, когда с нами Христос? Когда с нами таинство? Но если, конечно, в них немножко, чуть-чуть сомневаться, тогда, конечно, страх. Тогда он уловит. Тогда поймает и будет душить. И уже от чего человек погибнет, ну не важно. От собственного страха или от каких-то внешних причин. Это уже не так важно. Испугался всё. Это вот как в окопе очень многие знают и слышат, когда слышали, наверное, рассказы про Великую Отечественную войну, что скидывали не просто так же бомбы, да, или летели. Они летели со страшным звуком. С таким грёвом. Так, что новобранец, не видевший и не слышавший никогда, из окопа выскакивал. И был поражён не просто потому, что вот так много этих бомб было, а потому, что он выскочил, и осколк на него убил. Рассказывают о людях, и тоже знаем о том, что случается время пожара. Да, вот что, что случается. Человек кричат там, ты прыгай там с четвёртого этажа, вот мы тебе растянули там. Что он боится? Уже страх пожара меньше, чем страх перед этой пропастью. Ну, оказывается, он боится прыгнуть, спастись боится. Очень часто у нас вот этот страх, животный такой страх, невзирая на то, что вот есть спасение, невзирая на то, что есть это спасение, он боится. Уж лучше тогда от дыма сгореть, от угара погибнуть. Но вот не прибегнуть к этому спасительному средству, который Бог нам дал, сейчас даёт. Очень многие так и испугались, конечно. Было такое время, ну что же делать, не их осуждаем, себя прежде всего осуждаем, а мы-то как. А что у нас-то такого? Вот дал Господь этот, слушайте, ведь этот праздник установлен в честь. И когда? В память того события, которое происходило в Византии, несколько, правда, сот лет назад, но по вере этих людей зараза прекращалась, они лабызали все один и тот же крест и зараза прекращалась. Вот дай Бог нам веру такую, которую, которая бы утверждала не просто наше телесное здоровье, наше духовное здравие, чтобы эта вера несла силу, силу побеждающую в этой силе. И крестная сила, и сила Спасителя, сила Таинской Церковной. Дай Бог. Аминь.